Меня зовут Сеслав Солов. Являюсь автором 18 книг и режиссером художественного фильма «Сказка любви-2010». Думаю, что мало кто задавался таким вопросом. Почему произошли взрывы в Волгограде? Задавался не в рамках юриспруденции, я имею в виду, а с точки зрения энергетической. Уверен, что есть уже такие счастливчики на Земле, которые твердо знают, каждый человек живет в мире собственного и единого коллективного сознания. Вот кажется, ну вот мы видим вокруг нас реальные машины, квартиры, горы, поля и океаны, ну там всевозможных животных, людей и вообще все что угодно. Но на самом деле все это только наши мысли, мысли каждого из нас, каждого человека. Так вот, с точки зрения энергетической, взрыв в Волгограде, с точки зрения моей, естественно, произошли вот почему. Бомбарчук снял фильм «Сталинград». Казалось бы, ну и что? Мало ли что снимается. Так да не так. Есть такое выражение «Смотря какое слово и в какое время сказанное». Фильм «Сталинград» показал такие события, которые совместились с событиями в реальной жизни. Кто смотрел этот фильм, тот наверняка помнит, там, особенно в конце этого кинематографического произведения Бомбарчука, делается акцент на фонтан со скульптурами детей возле вокзала, помните. И практически это место массивно обстреливалось артиллерией по просьбе остатка израненных бойцов Красной Армии. Ну там фашисты нападали, да, чтобы ликвидировать атаку фашистов. В наши дни этот фонтан восстановили, все это знают, в Болгограде. Что получилось? Построение. Художественный фильм «Сталинград» всколыхнул память миллионов наших сограждан. Но это хорошо с точки зрения воспитательной и патриотической. Но вот еще что. В данном случае этот фильм сгенерировал в сознании людей, пусть и виртуальные, но военные действия. И явился своеобразным магическим обрядом. Как-то не странно. Но это наука, наука будущего, ближайшего, будущего. Напротив восстановленного фонтана произошел реальный взрыв на вокзале. Все это знают. Это еще раз подчеркивает, что мы с вами живем в мире сознания. Я, о чем я преподаю уже 25 лет в своем учении логика предметно-беспредметных островов. Так вот я советую Бондарчуку, кстати и другим режиссерам, прежде чем что-то снимать, наперед сто раз, может и тысячу, подумать, а что может построиться и случиться после этого. Считаю, что это энергетическая безграмотность. Это вот моя искренняя точка зрения на события в Волгограде, и я абсолютно логически уверен в ее истинности. И еще, попутно хочется сказать вот что. По сюжету фильма Сталинград, немец, ну там персонаж такой есть, да, все его помнят, поносит русских как хочет. Типа мы, русские, можем и дарить спину, и не имеем никакого благородства. А они вот немцы такие благородные все. Как это понимать? Оправданием фашизма? Или это что-то другое? Вот лично я смотрел фильм, у меня оба деда погибли в ту войну, мои деды погибли, действительно, реально, и я их никогда не видел, и это очень печально, когда ты растешь, у многих есть дедушки, а у тебя их нет. Мне было неприятно смотреть вот такие моменты в фильме Сталинград Бондарчука.